Вот наш Онегин на свободе, остришен по последней моде, как Дэнди лондонский одет, и наконец увидел свет. Он по-французски совершенно мог объясняться и писал, легко мазуху танцевал и кланялся непринужденно. Чего же вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Евгений Онегин в 21 веке. Ученики образовательного центра «Флагман» в рамках Пушкинского бала представили современную интерпретацию бессмертного романа в стихах, актуального во все времена. Мы хотим дотронуться до ваших сердец и этим балом объяснить, что это не о Ленском, это не о Онегине, это не о Татьяне, это о России. При подготовке спектакля творческий коллектив обратился к анализу поэмы академика, пушкиноведа Валентина Непомнящего, утверждавшего, что Евгений Онегин пробуждает к размышлениям не только о литературе, но и о христианской культуре, русской ментальности и праве человека считать себя мерилом всех вещей. Если кому-то сегодня будет очень интересно после бала, откройте, пожалуйста, его интерпретацию, критику этого замечательного произведения. Я вас уверяю, вам будет очень интересно. С большим увлечением отнеслись к подготовке мероприятия и сами старшеклассники. Ребята дружно и слаженно репетировали несколько месяцев, углубленно изучая все тонкости и традиции той прекрасной эпохи. Интересно смотреть различные постановки, которые ставят другим классом, не только нашему. Поэтому, наверное, из-за этого по большей части. Из-за коллектива мне очень нравится, что мы постоянно много проводим вместе времени, то, что участвуем в таких прекрасных мероприятиях в школе. Традиция проведения Пушкинского бала началась в 2013 году с основания образовательного учреждения. Творческий вечер объединяет старшеклассников 8-11 классов. Ежегодно в нем принимают участие более 200 учеников. Очень хорошо и парни реагируют, и девочки. И когда идет разбор именно ролей, то есть они прям действительно хотели бы принимать участие именно как актеры. И для них это очень важно. И вы, наверное, если посмотрите, как они сегодня играют, действительно это очень видно. Насколько они выживаются в роли, насколько для них это важно. С литературным и музыкальным миром ребят знакомит педагог, бессменный руководитель школьного театра Наталья Челенко. Десять лет она заведует всеми творческими проектами образовательного центра. Коллектив, конечно, мы помогаем, чем можем, но в целом, конечно, это ее большая заслуга. И постановка танца, и сами спектакли, и сценарии она с детьми вместе разрабатывает. Драматическая постановка включала в себя вокальные и танцевальные репризы. Галантные юноши и девушки в бальных нарядах с легкостью исполняли полонессы-мазурку и грациозно кружились под звуки вальса. Пушкинский бал стал настоящим праздником поэтического и хореографического искусства, данью признательности и любви великому русскому поэту. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова